Зазволение Всевышнего Аллаха, продолжаем чтение этого благодатного труда, книги Единобожия, то есть и толкование краткого на нее, написанное Амдурахманом Ибн Хасан Аль-Шейх Нам, то есть который был внуком Шейха Мухаммада Ибн Абдул-Ахаба. Он сказал, то есть сначала, то есть хорошо, то есть в книге Единобожия мы с вами дошли до 37-й главы. Глава о том, что тот, кто подчиняется ученым и правителям в том, что запретил Всевышний Аллах или то есть, когда они запрещают то, что дозволил Аллах, и в дозволении ими запретного Всевышним Аллахом, такой хорошо, то есть делает их господами для себя, помимо Всевышнего Аллаха. Шейх приводит здесь историю известную, то есть Ибн Аббаса, вместе с Урбабн Зубейром, что он ему сказал, то есть на вас камни сейчас попадают с небес, говорит, я говорю вам, сказал посланник Аллаха, вы говорите мне, сказал Абу-Бакар и Умар, имам Ахмад говорил, я поражаюсь людям, которые знают Иснат, знают, что этот Иснат достоверный. И вместе с этим, говорит, что они принимают мнение Суфиана, Суфиан бис-Саидал-Ат-Таври. В то время как Всевышний Аллах, говорит, то есть пусть остерегаются те, которые ослушаются его, то есть посланник Али-Салату Ассалам, хорошо, что их постигнет какая-либо смута или же постигнет их, то есть мучительное наказание. И сказал здесь шейх, то есть это же имам Ахмад, а тадрим Аль-Фитна, знаешь ли ты, что подразумевается под фитной, под этой смутой в этом аяте. Аль-Фитна то ширк, то есть смута здесь это ширк. Ля Аллаху, иза радда ба'за кавлихи анякаа фи калбихи шейн миназ-заихи фаяхляк. Ведь может такое, что он отвергнув что-либо из сунны посланника Али-Салатсам, из повеления пророка Али-Салату Ассалам, то есть этим самым он поселит в своем сердце болезнь и, субханно, будет погублен из-за этого Аллаху аммус-та'ам. Адибн хатим, рада и Аллаху ану, то есть рассказывал, что он слышал, как пророк Али-Салату Ассалам читал следующий аят, то есть Исура Тауба, Иттахаду Ахбарагуму Рухбанагум, Арбаба Миндунилля, то есть они взяли себе своих священников, то есть монахов, то есть книжников и так далее, взяли их себе Господом, помимо Аллаха. То есть мы им не поклоняемся, или же не поклонялись моих, мы им не поклонялись, то есть так как если они были господами, как говорит Всевышний Аллах, то что понял из этого Ади, то есть они должны были именно кланяться перед ними и так далее и тому подобное. Хотя вместе с этим даже это у них присутствует в религии, но в любом случае. Тогда посланник Али-Салату Ассалам сказал Разве когда они называют дозволенным то, что запретил Аллах, то есть или же запрещают то, что дозволил Аллах, вы не запрещаете это вместе с ними, а если же они дозволяют то, что запретил Аллах, вы также не дозволяете это разве вместе с ними? Я сказал, да, естественный пророк Али-Салату сам ответил на это, сказал, это и есть поклонение им. То есть это дело считается в религии Аллаха, субхангаля, поклонением Аллаху Мусан, то есть эту историю передал Мамад Ахмад и Тирмид и Тирмид и назвал то есть ее хорошее то есть ее хорошее говорит Шейх Абдурахман Ибн Хасан Глава о том, что тот, кто подчиняется ученым или же правителям в запрещении того что дозволил Аллах и в дозволении того, что запретил Аллах, такое берет их себе господами помимо Всевышнего То есть здесь говорит указание на слова Всевышнего Аллах в суре Аль-Ахзаб То есть Аллах говорит то есть тех, кто будет кричать в гиене огненной то есть оправдываясь как бы за то что они приобщали Аллах с товарищами что они скажут Господь наш, мы повиновались нашим старейшинам и нашей знатии и они сбили нас с пути или же кто такие Аль-Ашраф кто такие Аль-Ашраф и Аль-Хуккам то есть правители как об этом сказал Таус и об этом это передал и Ибн Кафир в своем тавсире то есть правители и ученые то есть естественно они подчиняются им в том что они знают что то есть они дозволяют им то что запретил Аллах субхан или запрещают им то что дозволил Всевышний Аллах субхан и братья в Аллах люди разбираются очень многие люди разбираются и знают что то есть если ему нужно и знают примерную расценку что и кому нужно спросить сколько ему нужно дать что для него нужно сделать чтобы он тебе дал нужный ответ то есть так же слова Ибн Аббаса то есть на вас попадают камни с неба я говорю вам сказал посланник Аллаха а вы мне отвечаете сказал Абубакир и Умар у вас нет никакой добавки к этому? ни у кого? то есть в Маттене есть еще то есть некоторые разные ревояты этой версии в некоторых версиях нашел то есть переводят ревояты то есть та же самая история просто разные то есть история о том что это было вместе с Урвай о том что это было то есть про Хаджид Таматова и так далее то есть ничего такого то есть которое нам здесь поможет есть у кого-то? я убежден что они погибнут я говорю им сказал посланник они мне отвечают сказал Абубакир и Умар также имам муслим передает от Ибн Абимулейка что Абубакир сказал одному из людей из подвижников посланника который повелевал людям совершать умру в эти 10 дней то есть имеется ввиду Хаджид Таматова совершает то есть хорошо то есть месяце Дуль Хиджа то есть или же Дуль Каада в конце в то время как то есть люди не совершают в эти дни умру то есть Урва ответил ему Абубакир и Умар не делали этого то есть этот человек то есть имеется ввиду Ибн Аббас ответил то есть это и погубило вас я убежден что Аллах накажет вас говорит то есть я вам рассказываю от посланника Аллаха вы мне говорите Абубакир и Умар то есть опять же это разные версии то есть это истории нам говорит что сказал Имам Ашшафи Айрахимахуллах Мухаммад ибн Идриса Ашшафи Альмутталибе Алькураши говорил он Аджма Альулама Аля Анна Ман Истабанат Лагу суннату суннату Расулли Лаги Салаллаху Алиюсалям Лам Мьякун Лагу Аньяда Ага Ликаули Ахад Единогласные то есть единодушные ученые в том что тот человек которому стала ясна сунна посланника Алиюсалату не позволяет ему ни в коем случае оставлять ее в пользу чьих-либо слов кто бы то ни был если человек до него дошла сунна хорошо за него дошла сунна и он понял ее то есть она то есть он хорошо то есть дошла до него и он понял ее осознал и вместе с этим горит но в нашем мазобе так не говорят или же наш шейх нам сказал по-другому и так далее это является запрещенным и говорит имама шафии что это единогласно среди ученых имам алик рахима аллах говорил маминна илья раддуна ва мардудун али то есть все мы с вами либо опровергаем кого-либо линд либо нас опровергают илля слах и богат кобра кроме того кто в этой могиле имея ввиду посланник аллах салла лаху валию салям затем то есть были приведены слова мама ахмада ибн хамбаля что он сказал а джипту ли каумин арафу лис надо ва сахата я забуна и лара и суфьян я горит поражаюсь людям которые то есть узнали и снад и что он достоверный то есть до них дошел достоверный хадис они его поняли и они оставляют его в пользу слов суфьяна то время как аллах субханнаху ва таалле говорит фаль яхдарил лидины юхалифуна анамрии антусы бом фитна у юсыбом азабу налим пусть же остерегаются те кто ослушаются ослушаются его что их может постигнуть смута или же то есть их по то есть по спас постигнуть мучительные страдания и сказал он отодрим альфитнах знаешь ты что это за искушение или что это за смута такая фитна то ширк сказал это многобожие приобщение аллаху субханнаху ва таалле со товарищи то есть ведь может такое что он то есть то есть отвергнет что-либо из суны посланника алей салата и посредством этого его сердце поселится болезнь и он субханнах будет погублен имам ахмад говорит говорит когда я то есть смотрел в мухаммад после чтения курана я нашел говорит что подчинение посланнику приходит в тридцати трех аятах в тридцати трех аятах затем читал слова всевышнего аллах субханна ли сура ан-нур фаляхдариллядина юхалифуна ан-амри антусыбум фитна ау юсыбум азабу на рим пусть остерегаются те кто ослушается его повеление то что их постигнет какое-либо искушение или же постигнет их мучительное наказание суфьян в этой истории кто такой ибнуса ибнуса айда саври аль-имама захи дал абида сика то есть известный имам хорошо то есть аскет видит то есть поклоняющийся то есть был он достоверным передатчиком то есть достойно переводить доверия передатчиком альфа и он был факхи gonnaesik у него были знания шариатский у окка на лигу освободу на安 то есть он был то есть у него был грубо говоря как свой модерн то есть он был имамом своего то есть было свое мнение у негонуться бомашкуру тость его модерн То есть его мазаб не сохранился, что его ученики передавали его и так далее, и тому подобное. Но вместе с этим его многие мнения приходят в разных тафсирах и так далее. То есть также Ибн Хазм упоминает их, Мухни упоминает Ибн Кудама и другие известные. Когда мы говорим, что у них были мнения, или же такого-то мазаб не сохранился и так далее, то есть, во-первых, оно не вредит. И нет у нас в принципе такого. Нет такого, что имам Шафи сел и сказал, давайте мою мадрассу сделаем в Шафи Айе. И имам Ахмад сказал, что Ханбали я сделала. Не было такого в принципе. То есть да, какие-то ученики, то есть, быть может некоторые чрезмерствовали по отношению к своим имамам и так далее, и сделали из этого целую, хорошо, то есть школу, фихка и так далее. И так это распространилось. Не более того, в то время как кто выше в знаниях, Суфьян или же имам Ахмад? Суфьян намного выше, хорошо, чем все остальные, то есть вместе взятые, хорошо. Суфьян выше них всех. Аллаху Тааля Аля. Поэтому говорит здесь, шейх, То есть если это говорит имам Ахмад про Суфьяна, то что говорить о того, кто ему, то есть даже не близок к нему, в знаниях, хорошо. То есть что можно про такого сказать. То есть вот эта беда, которую порицал имам Ахмад, она, братья, сильно-сильно распространилась. Особенно, Субханаллах, среди тех, кто относит себя к знанию, выдаче фетв и обучению людей. То есть они заявляют о том, что нельзя читать или же изучать доводы Кур'ана и Суны, кроме как мучтагиду, и этот иштигад уже закончился. То есть все, нет мучтагида. Только мучтагид может смотреть, и иштигада уже нет. То есть значит получается, что мы должны все свитки, в которых есть Кур'ан и Суну и так далее, убрать. Смысла от них нет никакого. Кур'ан ладно, чтобы читать его, чтобы не забывать и так далее, потому что таджвид нужно изучать по 10 наград за каждую букву. Но, когда ты читаешь эти буквы, ни в коем случае не думаешь. Что значит бисмилля рахмана рахмана? Нет. Иди и спроси в своем мазхабе. И не спрашивай ни в коем случае у другого мазхаба. Вот чего хотят эти люди. Почему, что иштигада нет? Потому что иштигада нет, как они говорят. И говорит здесь шейх Абдурахман и Бенхасан, что они, братья, ошибаются в этом. И поэтому мы обращаемся, братья, тем, даже из хороших братьев, которые всегда порицают нас, говорят, ну вот, вы постоянно говорите о том, что нужно следовать сунни, оставлять мазхабы в то время, как ученые. Где ученые? Вот говорят, что ученые. Ты смотришь Мухаммад ибн Абдул-Агаб, одна из огромных причин, почему его ненавидели, помимо призыва братья к единобожию, то, что он был против деления вот этих мазхабов и так далее и тому подобное. Хорошо, то есть был против того, чтобы люди, не то чтобы деление на мазхабы, не проблема, что человек изучает какой-то мазхаб, но проблема, когда он из этого делает цель. Вот это проблема. Поэтому имам, то есть Мухаммад ибн Абдул-Агаб, не был ханбалитом в том смысле, что он брал только лишь ханбалитские мнения. Нет, опровергал ханбалитские мнения, то есть то, в чем ему показался шафии, например, ближе к истине, принимал это. И приходит тебе человек и говорит, брат, этим самым ты призываешь к анархии. То есть тогда каждый будет выбирать то, что ему, то есть страстно больше всего. Мы говорим, что как раз-таки вот эти ваши мазхабы и призывают к этой анархии. Потому что ты, твоя страсть, или же страсть твоего имама, то есть ты выбираешь только лишь его мнение, и не берешь ничего другого, оставляя сунну посланника, поэтому, чтобы мы были с вами всеми едиными, мы должны вернуться куда? К сунне посланника, алейхи салату ассалам. И человек, изучая сунну посланника, то, в чем он убежден, то, что он понимает, имея, естественно, основу, знания и так далее, он совершает эти деяния. То же, что он не понимает, не знает, он смотрит, спрашивает у ученых, неважно его мазхаба, неважно другого мазхаба. Аллаху альмус-тан. На. То есть, имам Ахмад привел в довод слова посланника, алейхи салату ассалам, что не перестанет существовать, или же группа из моей общины, то есть, явно придерживаться истины, то есть, и будет им дана поддержка от Аллаха, то есть, не навредит им тот, кто оставит их без поддержки, или же будет противоречить им, то есть, воевать с ними. То есть, пока не придет повеление Аллаха, и они будут в таком положении. То есть, этот довод он привел на то, что ичтихад не оборвется, то есть, ичтихад он будет до самого конца этой общины, всегда он будет. Потому что посланник, алейхи салату, сам сказал, что эта группа будет до самого судного дня, то есть, да, близ судного дня, то есть, она только лишь пропадет, когда, то есть, пропадут все верующие. И это очень важно. Ибн Абдельбар привел единогласное мнение ученых, что мукаллид не может быть ученым. Теперь вопрос. Этот человек тебе говорит, что ичтихада никакого нет, и все мы мукаллиды, тайи. В твоем же мазхабе говорится, что мукаллид не является ученым. Значит, ты должен что? В тряпочку молчать. Если появляется самолет, не имеет права никто из вас давать фетву про самолета, говоря, что это аналогия с кораблем, потому что, братья, аналогия с кораблем правильно у самолета или нет? И да, и нет. То есть, с некоторых ахкама, да, правильно, но ты не имеешь права так говорить. Почему бы, что имам Ахмад умер уже давно, рахима Аллах. Хорошо, уже более 1200 лет, нет его в живых. Как ты можешь, субханаллах, брать и от себя аналогию брать? Ведь ичтихада нет, ты мучтагид что ли? Нет, ты джагиль. Я джагиль, и ты джагиль. Мы с тобой оба мукаллиды. Один из нас не может учить другого. Не может он, братья, даже брать слова имама и на определенные какие-то, хорошо-то, случаи их, то есть, использовать их там, говоря, что он имел в виду это. Откуда ты знаешь? Кто тебе сказал, что он именно это имел в виду? И братья, оно не закончится никогда. То есть, вы сами придумываете себе правила, которым вы сами же противоречите. То есть, как, то есть, ты, субханаллах, мукаллид, и люди приходят у тебя спрашивают. На каком основании у тебя спрашивают? Ты джагиль, ты мукаллид, ты ничего не можешь, то есть, хорошо, и от себя ты ничего не говоришь. Потом они говорят, в мазхабе разногласия. Ля иляхи ля Аллах. На каком это основании в мазхабе может быть разногласие, если имам один, и иштихад умер вместе с этим имамом? Откуда это разногласие? Как кто-то против имама, что ли, пошел, субханаллах? У имама было просто несколько мнений в этом вопросе. Хорошо, а кто именно из вас взял на себя эту ответственность, брать какое именно мнение имама ближе к истине и так далее? Ну, мы смотрим на даты, мы смотрим на это. Кто тебя этому научил? Ты мукаллид. Ты не имеешь права это делать. Все. То есть, знания умерли тогда. Больше ты не... Вот то, что имам Ахмад сказал, вот что они хотят. То, что сказал Абу Ханифа, то, что сказал Шафии, то, что сказал Малик, это религия Аллаху Субхантера и больше ничего. Не просто так, а вот именно ваша группа, для вас религия, это то, что сказал имам Ахмад. Для вас, имама Шафии, для вас Малик, а для вас Абу Ханифа. Все, больше религии никакой нет. Ты свою религию исповедуй, ты свою, ты свою, ты свою. И вот так будет у нас сотня исламов, Субханаллаху, у каждого свой ислам. Или же мы все вместе будем следовать за одним пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Аллаху мустаан. Это еще больше, хорошо, то есть, еще больше ком в горле у этих людей, которые выдумывают себе эти правила. Имамы, все эти четыре имама и другие, они, братья, не молчали. Они доносили, то есть, явно-явно доносили, что является истиной и запрещали слепо следовать за их словами. Абу Ханифа говорит, «Изэ джа аль хадису аль-расуле Илля, саллаллаху алейхи вассалям, фа аля рааси вал айн, ва изэ джа аль ассахабати, радия Аллаху анну, фа аля рааси вал айн, ва изэ джа аль табиин, фа нахну рижаль, ва хум рижаль». Говорит, что, когда, говорит, до тебя доходит хадис посланника алейхи вассалатуса, прими его, с удовольствием, без никакого, то есть, ни в коем случае мы не будем его отрицать. Если до нас дойдут слова сподвижников, мы ни в коем случае не будем с ними спорить, то есть, мы их примем. Что касается табиинов, то они люди, и мы люди, говорит. Это, говорит, естественно, он. Хорошо, то есть, то был числа табиинов, и то разногласия, видел ли он анаса или нет, был ли он из малых табиинов, или же он был табиа таби. «Ва кааля так же он говорил, иза культу кавлен ва китабу Аллахи юхалифу, фатруку кавлили китабиллахи». Если я скажу те слова, и вы видите, что Кур'ан противоречит моим словам, хорошо, то есть, или же мои слова, точнее, противоречит Кур'ану, оставьте мои слова и берите Кур'ан. «Киилан» То есть, то есть, оставьте мои слова в пользу слов посланника, также ему сказали «Иза кана кавлили ссахаба тихо китабиллахи юхалифу», а если сподвижники, тогда он сказал, «Утруку кавлили кавлили ссахаба», оставьте мои слова и берите слова сподвижникам. То есть, слова имама Малика и Шафия мы уже с вами читали. То же самое от имама Ахмада, который говорил, не следуй за мной слепо. То есть не надо слепо следовать за мной, за Ауза, за Маликом, за Шафи, за Саури. Бери оттуда, откуда брали они. Не является, братья, дозволенным для человека, который не знает довод делать из себя ученого, говоря, что он, то есть ты просто, либо ты передаешь слова ученых, и то. Что? Братья некоторые очень часто с Абханом впадают в такую вещь, говорят, что я же от себя ничего не сказал. То есть джагиль, человек не разбирается, невежда, и какой-то спорный вопрос. И он что делает? Присылает слова Ибн База. В вопросе, который похож на этот. Это, братья, Иджтихад с его стороны или нет? Откуда ты знаешь, что этот вопрос схож с этим вопросом? Да, то есть бывает, я не спорю, ни в коем случае, что те вопросы, в которых ты разбираешься, и ты понимаешь их, у тебя нет сомнений, это один вопрос. Но потом, братья, просто проблема, что некоторые такие братья, и это случалось у меня в жизни, хорошо, когда ты им говоришь, что это неправильно, он говорит, не, я просто, я же ничего не говорю, я просто слова ученого скинул. Ты не просто слова ученого скинул, ты же их не спросил мне просто так с утра, вот тебе польза на утро. Ты, когда мы с тобой что-то обсуждали, привел эти слова, и любой человек, то есть дураку, понятно, что ты приводишь их в поддержку определенного из двух мнений, так или не так. То есть ты заявляешь, что Ибн Убаз говорил то, из чего следует, что вот это мнение более правильно. Вот что ты сказал на самом деле. Не нужно отнекиваться. Либо ты действительно в этом разбираешься, и ты приводишь эти слова, либо же ты что? Либо же ты отказываешься от этих слов. И, Субханна, и каждый, братья, сейчас открытием интернета стал таким умником, Субханна. Удивительно. Ты приходишь людям о том, что у тебя из сунны посланника, алей-салату, что в книге Аллах, говорится о том, как этот порок, алей-салату, сказал, аль-уаляду лиль-фираш, например, что ребенок, если человек незаконно зачал ребенка и так далее, жена, неважно, будь то жена и так далее, если прелюбодейкой была и так далее, что этот ребенок, ее ребенок, и он не приписывается к тому, кто совершил к ней прелюбодеяние. И он не является, не наследует его, то есть никакой связи с ним не имеет. Ты это говоришь, тебе приводят слова ученых, якобы просто так, как говорит там Фаузан или кто-нибудь другой и так далее, о том, что браки неверующих достоверны, то есть когда они принимают ислам. Причем тут это, Субханна? Каким образом этот вопрос связан с тем, о чем мы говорим? То есть женщина замужем, мусульманка, пришел к ней, неважно, мусульманин, не мусульманин, совершил с ней прелюбодеяние, она забеременела. Это один вопрос. Другой вопрос, она была, она с ним жила, неважно, был ли у шариатский никах, или то, что в их народе считалось никахом, все знают. Когда видят этих двоих, этот муж, эта жена, говорят. Были они христианами, у них хорошо золотые кольца, они в церкви, например, поженились. Когда они принимают ислам, нужно ли нам их заново женить? Нет. Все знают, что они муж, жена. По их обрядам они, то есть, женились. Более того, братья, даже, то есть, мы не говорим сейчас о правильности, неправильности, там, определенных деяний, но даже, братья, есть такое понятие, то есть, в ханбалицком, в других фикхах, что у тебя есть разница между, то есть, когда ты судишь кого-то, то есть, бина истина, то есть, когда ты начинаешь снова что-то, то есть, хорошо, или же, когда ты продолжаешь на том, что есть. То есть, пришли к тебе два ханафита. Этот поженился на этой без никакого али. Какой их хукам их никаха? Недействительный. Они совершают прелюбодеяние. Если эту девушку не выдал отец, то он, хорошо, то есть, этот мужчина, прелюбодей с этой женщиной, хорошо. Но вместе с этим, хорошо. Ханбалиты, если сейчас эти двое поссорились в каком-то вопросе, и они еще муж-жена, что будет? То есть, как он, должен ли он их судить или сказать, нет, вы, в принципе, два прелюбодея, идите отсюда? Что правильно посуним и не говорим? Я имею в виду то, как они сегодня, то есть, как построено, то есть, шариатское судейство в тех или иных мазабах. Они, то есть, будут бинадят, то есть, они будут продолжать на том, в чем имеется. Они вдвоем пришли, хорошо, то есть, сказали мне, что они муж и жена. Я буду, то есть, я не буду проверять, а ну-ка, приведи мне 15 свидетелей, что вы действительно являетесь муж-жена. А ну-ка, где твой Уали, позвони ему, он умер. Найди мне того, кто засвидетельствует, что он действительно выдавал. Нет, это не мое дело. Но здесь другой вопрос. Если эти двое, у них были распли, они развелись и пришли ко мне, уже разведенные, чтобы я их обратно объединил, тогда что я говорю? Возвращаю ли я их к основному браку? Что он говорит? То есть, я тебя вернул. А, нет. Почему? Потому что здесь уже для этого нужно нам вернуть. То есть, я заново этот акт делаю, грубо говоря. Поэтому здесь уже нужен будет и Уали, и так далее. И даже, если, как говорится, таляк баин, вот этот, как называется, хорошо, когда первый таляк, второй таляк, и еще время есть ее вернуть, уже ее не возвращают. Если они, то есть, будут в этой махками судиться, не возвращают. Заново надо будет делать никах, и будет никах правильным, шариатским, и так далее, и тому подобное. Поэтому, субхану, эти вещи, братья, они известны, Аллаху аль-Муслану. Но человек приходит, идет, субхану тебе, присылает что-то и говорит, что нет, я же просто тебе слова ученых скинул. Аллаху аль-Муслану. Поэтому, братья, мукаллид не является знающим. Когда ты хорошо подписан на какие-нибудь исламские страницы, и ты читаешь, ма шалла, две-три цитаты в день, ты от этого не становишься ученым, брат, мол. Ты не становишься от этого знающим. Если ты знаешь даже арабский язык, ты от этого знающим не становишься, братья. Не так давно с братьями мы обсуждали этот вопрос. Один из братьев удивился. То есть, неужели, если я арабский язык выучил, я не могу просто, братья, переводить слова ученых. То есть, я братьям сказал, что перевод слов ученых это преподавание. Хочешь ты это признавать, не хочешь ты это признавать, если ты взял фетву и переводишь ее на русский язык, ты преподаешь людям, ты даешь людям урок. Ты говоришь, что этот шейх сказал то-то, то-то. Ведь, братья, многие слова человек может не понимать. Может не понимать терминологию. И действительно так и бывает, Субханаллах. Сейчас мне в голову примеры не приходят, но братья, иногда куром на смех бывает. Ужас какой перевод. То есть, перевод, Субханаллах, ты хоть смейся, хоть плачешь, Субханаллах. Просто удивительно, как человек осмелился вообще лезть в переводы. То есть, ты не знаешь элементарной терминологии и лезешь переводить. То есть, что ты перевел вообще, Субханаллах? То есть тебя, если бы стихи какие-нибудь английские посадили бы переводить, тебе не разрешили бы. Настолько ты ужасно переводишь. Ты, субханна, религией Аллах, субханна, занимаешь. И когда я сказал, что это является преподаванием, и человек должен иметь знания и советоваться, когда он хочет перевести тот или иной отрывок и так далее, и тому подобное, брат один удивился. Я ему задал встречный вопрос. Вот вы сейчас, мы с вами на каком языке разговариваем? На русском, так или не так? Хорошо. Насколько ты хорошо в медицине разбираешься? Она же по-русски, брат. Почему ты сейчас не преподаешь медицину? Вот вопрос. Почему ты не возьмешь учебник медицины, хорошо, офтальмологии, например, и не сядешь людям преподавать? Яхи, бойся Аллах, джазак, Аллахэр, ты русский язык знаешь, эти учебники на русском есть. Переведи их на татарский, субханна. Сколько татарам нужно? То есть нужна или не нужна офтальмология и разные другие, то есть разновидности медицины? У Аллахи нужна. Так, почему на лакский не переводишь? Почему ты не переводишь тоже на азербайджанский, на турецкий? Почему люди не переводят? Яхи, побойтесь Аллах, субханна. Люди нуждаются в этом. Почему ты не переведешь? Потому что ты в этой науке не разбираешься. А с чего ты взял, что ты, изучив арабский язык, сразу-сразу стал, субханна. Ибнумаином. Откуда ты это, с чего ты решил вообще? То есть ты должен разбираться, ты должен понимать терминологию. Поэтому очень часто бывает, два-три слова говорит ученый, брат, ты никак не сможешь перевести теми же двумя или тремя словами на русском языке, на любом другом языке. Иногда бывает, да, действительно, целое предложение, можно в нескольких словах примерно смысл объяснить. Но, братья, бывают определенные термины, определенные смыслы. Иногда он тебя возвращает к какому-то известному хадису, говорит из него два слова, и бывает человек просто переводит два слова. Что означают эти два слова? То есть на арабском поймет это только тот, кто знает, откуда эти два слова. А ты переводишь их еще и на русский, субханна. Один только Аллах знает, как этот хадис переведен, и все переводчики одинаково его переводят или нет, и знает ли человек, который читает эти слова. Это, братья, все очень важно. Поэтому, как мы и говорим, братья, во-первых, ичтихад, он есть, братья, и никуда он не делся. Ученый, то есть, ну опять же, ичтихад у кого? Ичтихад у тех людей, у которых есть знание Кур'ана, знание Сунны, он знает Тафсир, он знает отмененные аяты. Аяты, отменяющие аяты. Знает более правильные мнения. Знает хадисы посланника Али Саратусам. Разбирается, где хорошие и достоверные хадисы, где недостоверные хадисы. Он должен эти вещи понимать, чтобы что? Чтобы быть из числа тех людей, которые смотрят шариатские тексты и берет с них разные пользы. Это очень важно, братья, это очень важно. А тот же человек, который в этом не разбирается, алейкум, асалам, арахм арахм арахм, арахм, арахм. Тот же человек, который не разбирается в этом, братья, он обязан занимать свое место. И это место, братья, оно довольно обширное, то есть бывает из тех людей, которые не являются мучтахидами, которые понимают многие вещи и могут разъяснить многие вещи, но многие вещи он не понимает. Поэтому мы говорим, что все то, в чем ты уверен, и ты это знаешь, брат, никаких проблем нет донести, перевести, разъяснить, да хоть преподать вообще никаких проблем нет, если ты в этом вопросе разбираешься. Но если ты в нем не разбираешься, и ты это понимаешь, то, брат, бойся Аллах, вы думаете, огонь это шутки, вы думаете, вы не предстанете перед Всевышним Аллахом, вы думаете, Всевышний Аллах не спросит с вас? Если вы видите больших ученых, которые читают что-то, говорят, я не знаю, надо посмотреть, надо перепроверить, что говорит, Субханалу, о ком-то другом? Говорит поэтому шейх Абдур-Рахман ибн Хасан Поэтому тот человек, который решил заняться книгами своего мазхаба, пускай обязательно смотрит слова тех, то есть и книги тех, кто противоречит им, то есть другой мазхаб, хорошо, и те доводы, которые они приводят, и это очень важно. То есть если ты сегодня возьмешь, и прочитаешь его, а ну-ка теперь давай шафийский фидр и Абушуджа начнешь читать, ты ничего не поймешь, потому что в этом Матни говорится, нужно делать так, нужно делать так, а вот так не нужно делать, а этот говорит, нет-нет, так не нужно делать, а так нужно делать, и ты сидишь и так, а как же на самом деле делать? и сидишь и думаешь, так не пойдет, то есть ты смотришь доводы этого, откуда он взял, с какого он довода на это взял, тебе приходит, хорошо, то есть и говорит человек, нельзя мочиться в сторону Кыблы и в обратную сторону, ни в сторону Солнца, ни в сторону Луны, тебе интересно, откуда, то есть этот довод, почему это сказано, то есть эти слова, то есть мы не смеемся с этих слов, просто это, то есть, да, но то есть забавно, наше с вами время, ну то есть ученый же написал это, то есть у человека были знания, он написал это в книге, значит какой-то смысл есть, он же не сидел, он не комедии писал, то есть он думал, что он пишет что-то и приближается этим к Аллаху, посмотри на его довод, если ты вернешься в Мугни, в Мугня и так далее, ты увидишь, что ханбалиты почему так говорят, потому что, братья, раньше, что такое гаэт, почему гаэт назван гаэтом, потому что ты отдаляешься от людей куда-то, или же Барис, Буруз называют, например, почему Бураз называют, например, то, что выходит из человека, Бураз, потому что, братья, в основе своей человек уходил в туалет куда, то есть не было, братья, как сегодня, хорошо остановился на заправке и в комнату ушел, не было такого, куда-то далеко уходил, то есть огромное поле, и человек отходил туда, чтобы его, то есть издалека люди не видели, то есть его, то есть срам, хорошо, но люди понимают, что он там делает, хорошо, то есть люди видят издалека силуэт, и понятно, что он делает, и больше не было возможности, если есть что-то, что тебя скроет, естественно, ты обязан это делать, но когда у тебя нет, Нет, и теперь представьте себе человека, который, вот везде тень и в одном месте солнце, и он именно где солнце встал и мочится, его будет видно, так или не так, если он уйдет оттуда, не будет видно, поэтому ханбалиты это сказали, или же ночью, представьте себе поле, и человек ушел, и луна прямо на него светит, и он мочится, будет видно или не будет, будет его видно, то есть это и есть причина. И теперь мы смотрим сегодня, когда мы это говорим, нужно ли мне с компасом стоять в туалете, извините за выражение. Нет, Субханна, абсолютно, почему, что у этого была илля, то есть была причина, была причина, и оно как бы логично, то есть делать ли из этого мазгаб, делать ли из этого целую, то есть религиозную какую-то доктрину, нет, это совсем другой вопрос, то есть не который нас сейчас интересует. Но сам факт остается фактом. Хорошо, они уже сказали, написали это в книге, но мы сегодня это преподаем. Как мы, Субханна, к этому должны относиться? И иногда, братья, действительно, то есть мы говорим, братья, что какие-то мнения бывают бредовыми не потому, что, то есть как-то хотим кого-то опорочить, но потому, что эти люди сделали из книг людей, в которых они собрали свои мнения, сделали из этого основу шариата. И вот это проблема, то есть проблема делать из мнений какого-либо человека основой в шариате. Потому что, братья, это бывает удивительно, то есть когда у тебя основа в шариате, Куран и Сунна, и то, что выходит из этого, то есть ты хорошо используешь для того, чтобы доносить, призывать и так далее, это один вопрос. Но когда из этого делается основа, когда из этого делается основа, вот это большая, братья, уже проблема. И поэтому, братья, смотрите, как мы сказали, что проблема в чем, то есть этих книг, в том, что из них делают основу. И ты поэтому открываешь, например, хорошо, задуль мустакня, задуль мустакня, главы о омовении, то есть очищении и так далее. И ты читаешь следующие слова, если, то есть в вопросе подтирания, если девственница подтирается, то она начинает с одного места, и хорошо, то есть, а потом подтирает следующее место. Что касается бывшей замужем, то она может сама выбирать. Какая разница между ними двумя? То есть разница между ними это несколько секунд, так или не так. То есть в чем разница, что одна выбирает, откуда начинать, другая должна, то есть это Сунна какая-то, откуда это пришло. И братья, то есть нет проблем, что человек, например, читая где-то что-то, или же услышав даже что-то, то есть каких-то, то есть врачей, которые говорят то-то, то-то, сказал в каком-то из своих уроков, что я слышал, братья, врачей, так-то, так-то, и, наверное, будет более правильно вот так-то, вот так-то делать для там сохранения здоровья, для еще каких-то общих. В этом нет никаких проблем. Но проблема, когда эти слова записываются, ставятся в книгу, и, братья, на весь мозгаб говорится, вот наш мозгаб, вот это правильно. Вот это, братья, проблема. То, что распространяется в общей массе, должно быть только из книги Аллаха, из Сунны Посланника, али салату ассарам. Понятно? Потому что, братья, один и тот же хадис, быть может, кто-то понимает с одной стороны другой же, доходит до того, что он видит с разных сторон, видит больше, понимает больше и говорит тебе, то есть больше пользы из него дает. Или же говорит, что это мнение неправильно, почему, что ты не разбирался в этом, до тебя не дошло и так далее. Ты читаешь, например, в Тафсире, некоторые, как, если я не ошибаюсь, это Абдулла или Малик Ибн Динар, или же Абдулла Абн Динар, говорит, то есть, комментарии к словам Аллаха, где Аллах говорит о молниях, хорошо, говорит, что это потому, что не бывает такого, что молния слепит человека. В то время как ты сегодняшними, то есть, хорошо, то есть, сегодняшняя, сегодня, то есть, имея уже какие-то там научные, то есть, открытия и так далее, очень много разных примеров, где человек слепнет от молний, от яркого ее вспышки и так далее. Бывает такое. То есть, человек сказал по своему знанию, потому что до него дошло, и не было у него, братья, тогда ни интернета, хорошо, то есть, ни каких-то социальных сетей, чтобы здесь он сказал это, и раз ему с последнего, то есть, откуда-то с Китая сообщение пришло, подожди, есть, перепроверь свои слова. Не было такого. Ну, сказал, аль-хамдулля, сказал, но из-за этого не делается основа. Из-за этого не делается основа. Основа делается, братья, только из книги Аллах и Суны Посланника. Саллаллаху алисам. Все остальные слова, то есть, кого бы то ни было, возвращаются к этим двум основам. На. Поэтому, что говорит здесь шейх? Что говорит, то есть, тот человек, который занимается изучением, то есть, этих книг по мазабу и так далее, должен смотреть книги других мазабов в данном случае. То есть, если он этим занимается, он оставил книги Суны, изучает мазабы, хорошо, но тогда обязан ты будешь изучать и другие мазабы, и всю свою жизнь тратить на это. А затем следовать за доводом, с кем бы он ни был. И, то есть, содействуем, просим только лишь у Всевышнего Аллаха, субханаху, вот так. Затем, последний хадис в этой главе, это хадис Адибну Хатима, радаиллаху анну, что он, когда слышал пророка, алиссалату ассалам, читающего, то есть, эти слова, что они признали господами, помимо Аллаха, своих книжников и монахов, он сказал, то есть, он сказал, мы не поклоняемся им, посланник, алиссалату ассалам, спросил, алиса юхаримуна ма ахаляллаху фатухаримуна, разве они не, когда, разве, когда они запрещают то, что дозволил Аллах, вы вместе с ними это не запрещаете, ва юхиллюна ма ахаррам Аллах фатухиллюна, когда они дозволяют вам то, что запретил Аллах, то есть, запрещают то, что дозволил Аллах, дозволяют то, что запретил Аллах, и вы за этим, за ними в этом следуете, он сказал, да. сказал это и есть поклонение им до сообщения передал нам Ахмад и Тирмиды назвал его хорошим то есть во первых то есть его отец известный, щедрый, хорошо даже по сегодняшний день когда кого-то хвалят говорят что он щедрый и так далее говорят говорят что он как хатим в своей щедрости то есть он известен хатим о нем говорят что он никогда не кушал один если же не было у него гостей он просто не ел ждал пока кто-то придет из гостей чтобы покушать вместе с ними то есть был настолько щедрый но вместе с этим что? то есть как говорил о нем пророк он получил то чего он желал то есть он получил то что люди все называют его щедрым и не желал он этим то есть был он многобожником то есть он пришел к посланнику месяца шабан хорошо в девятом году по хиджре то есть и принял ислам то есть и жил он 120 лет жил он 120 лет Адибну хатим это тот самый человек который что сделал когда Аллах субханаху ма та Аля не спослал он что делал? брал белую и черную веревку или же веревку или же нитку клал их себе на подушку и кушал пока не начинал их уже то есть различать посланник Valee Salah Ato Asalaam сказал ему то есть когда он рассказал ему он говорит субханаллах широкая у тебя подушка то есть если ты весь горизонт умудрился положить на свою подушку широкая подушка или же в некоторых версиях говорится широкая у тебя шея значит хорошо с широкой шеей и тогда Аллах субханаху та Аля не спослал слова al-fajr вот так был этот аят затем Аллах субханаху та Аля не спослал то есть имеется ввиду восхода то есть автор когда то есть хорошо в названии главы указывал на смысл этого хадиса и те шариатские тексты которые указывают на подобный смысл то есть в этом хадисе указание на то что подчинение то есть книжникам или же монахом то есть место ученым или поклоняющимся в том в чем есть ослушание аллаху субхану а то ли является то есть пока то есть подобным поклонением им вместо аллаху субхану а то она говорит обдурахман ибн хасан то есть сказал наш шейх в рассматриваю вопроса то есть это придет у нас этот вопрос 5 он да хорошо то есть в масса или к этой главе сказал фаттагайрот или хвалю а лет или гады илгая фасара индаль актера ибада туррухбани хи афталюль амаль у юсаммуна халюля я говорит положение изменилось настолько что для большинства людей поклонение монахом стало наилучшим делом и его стали называть валяя то есть угодничество то есть они поклоняются каким-то праведникам и так далее у айбадатур ахбари хи 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 альму альфик а поклонение к книжникам стало называться у людей знанием и фикхом субханаллах сумма говорит а затем положение усугубилось настолько что вместо аллаха стали поклоняться во втором смысле слова поклонение то есть не то что они просто подчиняются а именно поклоняться просят у них надеяться на них и так далее но уже неправедником братья невежественным людям то есть какой-нибудь нечестивец и люди возвеличивают его поклоняются ему и так далее в Аллаху мустоану Аллаху мустоану часто бывает братья особенно то есть на кавказе и в других то есть республиках также то есть какой-то праведник которому то есть поклоняются помимо аллах субханаллах и его поколение то есть его как по-русски потомки то есть его потомков возвеличивают а потомки братья в прямом смысле это слово бывает алкоголиками то есть известный в некоторых селах алкоголик субханаллах известный алкоголик и его защищают вместе с ним ходят люди которые защищают то есть субханаллах он алкоголик и люди видят что он хорошо то есть не просыхая, пьет и так далее. И вместе с этим что? То есть вместе с этим он зато потомок такого-то. Ну и что? Поможет ему это потомство его? Аллаху мустаан. Зияд ибн Хадейр говорил «Калли ли Умар, халь таарифу ма ягдему ислам?» То есть он говорил, мне говорил Умар, знаешь ли ты то, что губит ислам? «Культуля», он сказал «нет». «Калли ягдемугу заляту лаалим ваджидалюль мунафик и бель китаб вахукмуль аиматиль мудылин». «Его, говорит, разрушает ошибка ученого, спор лицемера относительно Писания и решения имамов, которые вводят в заблуждение». Это сообщение передал Аддаримин. «Джа'ля на Аллаху вайяку миналлядина ягдуна бель хакки вабихи адилюн, факам далля ман далля, вазалля ман заль». Говорит поэтому шейх, и мы просим Аллаха, субхану талли, ответить на это его дуа. «Да сделает Аллах нас и вас из тех, кто следует за истиной и судит по ней. И как же много тех, кто заблудился, и как же много тех, кто ошибся, субхану. То есть люди, братья, ошибаются, люди заблуждаются, но самая большая проблема, что люди, что следуют друг за другом в этом Аллаху-Мустан, как будто бы, то есть просто лишь следование человеку или же какой-то человек имеет какую-то святость в шариате, братья. Ни один человек не имеет святость в шариате, кроме посланника Алис Саратусом. То есть его все слова абсолютно принимаются. Затем ниже в его степени это кто? Это четверо праведных халифов, затем же, что все остальные сподвижники. Что касается остальных людей, братья, как говорили ученые, они мужчины и мы мужчины. Да, действительно, то есть мы говорим, что они мужчины и мы мужчины, и мужчины братья разные бывают. Бывает у тебя мужчина, ого-го мужчина, и бывает мужчина, ну аль-хамдуля, что мужчина, хорошо. И поэтому вот мы из вот этого второго уровня, когда мы говорим про табиинов, табиинов, табиинов и так далее, хорошо, но вместе с этим, братья, они могут ошибаться. Они могут ошибаться, хорошо, то есть и на это нужно обязательно обращать внимание. На. Рассматриваем мы вопросы в этой главе Во-первых, то есть толкование аяты и суры «свет». Что за аят? Говорили о нем подробно. И слова имама Ахмадани. Также То есть толкование аяты и суры «тавба». Что за аят? Иттахаду ахбару мурхбану и до конца аята. То, что мы только что говорили. Ат-талит, а третье. Танбиху аля ма'нал айбада аляти анкараха ади. Третье указание, то есть на важное понимание смысла слова, поклонение, которое не понял или же отрицал Ади. Ади ибн Хатин. То есть он не знал. И поэтому в поклонение, братья, входит любое возвеличивание человека, когда человек ставит кого-либо в ранг Аллаха. Или же описывает его тем, что братья не подобает никому, кроме Всевышнего Аллаха. Четвертое. Рабиа. Тамфилю бни Аббас би Аби Бакрин ва Умар. У вас Амр. Написано. На. Би Аби Аби Бакр ва Умар. Ва тамфилю Ахмада би Суфьян. Вот так должно было быть ошибка. На. То есть то, что Ибн Аббас привел в пример Абу Бакра и Умара, Ахмад привел в пример Суфьяна. Почему, братья? То есть не потому, что они не уважают их. Нет. Потому что ты приводишь им пример, то есть самый жесткий, чтобы они поняли, что любой другой, что любой другой тем более. То есть если мы говорим это про Абу Бакра и Умара, то есть если Ахмад это говорит про Суфьяна, если мы сегодня с вами будем приводить пример Ибн Аббаза, Альбана, Ибн Афимина и так далее, то братья другие тем более. То есть если мы про них говорим, что их слова просто так не принимаются за красивые черные глаза. принимается только лишь когда что? Когда? То есть они соответствуют книге Аллах Исуне Посланника, алейс-салату ассарам, только лишь тогда. То что говорить, братья, о ком-либо другом? И пятое, то есть это то, о чем мы только что говорили, это слова шейха Мухаммада ибн-Абдул-Габа, тагайра лахваль, ила гадихи ал-гая нам, то что, то есть изменилось все настолько, что люди, то есть сначала начали называть поклонением, то есть называть знанием подчинения, то есть ученым, в том, что они запрещают, дозволяют и так далее, что это и привело в итоге что они в двух смыслах слова начали поклоняться даже тем, у кого никаких знаний, ничего нету, то есть являются они нечестивцами Аллаху Мастану. Слова Абу Ханифы первые, Байха Кив Мадхаль передал Ибну Аль-Каим в И'лям Аль-Му'кейн, Затем следующий Шавкани передал Иль-Каулю Муфид. Здесь другой вопрос, хорошо, имам, например, Абу Ханифа не сказал эти слова, тогда что, оставляем слова пророка Алии Сарасана в пользу его слов? Все равно нет. Таня, я понял, для чего ты спрашиваешь, я понял, вообще говорю, что даже если вдруг кто-то скажет, что эти слова недостоверные, это еще хуже, то есть я пытаюсь твоего имама спасти, а ты его еще больше копаешь для него в могилу, Субхану. Аллаху Мастану. Говорит шейх дальше Бабу Кавли Аллахи Та'аля, Алям тара илля лязина яз'умуна, аннахум аману бима унзеля илейка, ва ма унзеля мин каблика юридуна я тахакаму илля тагут, ва кад умеру айякфору бихи, ва юриду с шайтану, а юзиллахум залалям баида. То есть глава о словах Всевышнего Аллаха Субхану, говорит, то есть разве ты не видел тех, которые заявляют о том, что они уверовали в неспосланное тебе и в неспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд к тагуту, в то время как им приказано не веровать в него. Шайтан же желает вести их в глубокое заблуждение, когда им там, то есть да, шайтан же желает их завести, то есть в глубокое заблуждение, то есть аят, естественно, и те аяты, которые пришли, то есть с 60 по 62 аят. Затем говорит шейх, А когда им сказано, то есть говорят им, не распространяйте нечестие на земле, они говорят, нет, мы и есть исправляющие, мы и те, кто устраиваем порядок на земле. Также говорит Аллах Субхану, Так же Аллах Субхану, Аллах Субхану сказал, То есть неужели они желают Хукам Джахилии, или же Хукам времен, то есть первого невежества, передается от Абдулла Абну Амра, что посланник Аллаху сказал, не уверяют никто из вас, пока его желания не станут соответствовать тому, с чем я пришел. Аднававы сказал хадисон сахих, то есть это достоверный хадис, То есть, этот достоверный иснад, мы его привели в книге Аль-Худжа с достоверным иснадом. Затем говорил о шаабе, То есть, в шаабе рассказывал, говорил, что, то есть, было какое-то разногласие, спор между лицемером и одним из иудеев, точнее. Иудей сказал, давай, говорит, то есть, пусть нас рассудит Мухаммад, алис-салатуса, потому что иудей знал, что свои берут взятку, а этот, то есть, Мухаммад, алис-салатусам, не будет брать взятку. Хорошо. То есть, лицемер сказал, нет, давай, то есть, пусть лицемерно, ой, иудеи нас рассудят. Потому что он знал, что они возьмут у него взятку. То есть, и они договорились, что они, то есть, обратятся к одному из прорицателей, то есть, в местности Джугейна, то, что сегодня Янбу называется, Янбу Аль-Бахр. Хорошо. То есть, и, что они, то есть, он их рассудит, и тогда Аллах, субхан-талли, не спасал. То есть, посмотри на тех, которые говорят, что они уверовали до конца этого аята, который упомянут в этой главе. Вакиля, то есть, и также некоторые сказали, что этот аят был неспослан по отношению к двум людям, которые разногласили. Один из них сказал, то есть, давайте обратимся за судом к пророку, алей-салату ассалам. То есть, другой сказал, То есть, Илья Каабу ибн Ашрафу. То есть, известный иудей скверный, который досаждал пророку, алей-салату ассалату ассам при жизни, был убит. Алхамдул'иллай. Затем, то есть, они обратились к Умару. То есть, один из них упомянул ему, что, то есть, мы хотели так-то, так-то. Я сказал к пророку, алей-салату ассалату ассалату ассалату. То есть, и он обратился к тому, кто не хотел обращаться к посланнику Али Салатусам. Это было действительно так, то есть, ты действительно так это сделал. То есть, он сказал, да, и тот его что? Ударил мечом и убил его, разрубил его за это. Сейчас обо всем этих доводах поговорим, иншаллах, об этих доводах поговорим, иншаллах, поподробнее. Говорит шейх Абдрахман ибн Хасан, то есть, глава о словах Всевышнего Аллаху. Разве ты не видел тех, которые заявляют, что они уверовали в неспосланное тебе и неспосланное до тебя, но хотят обращаться на суд к Таагуту, хотя им приказано не веровать в него? Мы говорили Амад-уддин, Исмаил ибн Умар ибн Катир, то есть, известный хафид, известный, то есть, муфассир. Ибн Катир, рахим Аллах, говорил Смотрите, говорит ибн Катир такие слова Этот аят осуждает того, кто отказался от Кур'ана и Сунны и обратился за судом к кому-то, кроме них. То есть, имеется Кур'ана и Сунны. Из числа заблудших, которые имеются здесь в виду под Таагутом. То есть, имеется в виду, все то, что помимо книги Аллах, Сунны, посланника, Али Салату Ассалам, является что? То есть, является заблуждением, является Таагутом. Об этом сейчас шейх объяснит нам. И поэтому, смотрите, очень важно понимать, каждый, кто посвятит, то есть, кому-либо, любой вид из видов поклонения, неважно, будь то обращение за помощью или же просто мольба обычная, то есть, поистине такой, действительно, то есть, в действительности, что поклоняется Таагуту. Если тот, кому поклоняются, праведны в основе своей, то тогда поклонение этого поклоняющегося будет, на самом деле, поклонением шейтану, который повелел ему это и украсил это для него. Как об этом сказал Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, Говорит Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, то есть, в тот день мы соберем их, соберем их вместе, а потом скажем многобожникам, оставайтесь вы на своих местах, и те, кого приобщали Аллаху са-товарищи, и затем, что разделим мы их, и тогда те, кого они приобщали Аллаху са-товарищи, скажут им, то есть, тем, которые поклонялись им, скажут, «Вы нам на самом деле не поклонялись». Говорит, и нам достаточно Аллах, Субханаху ва Тааля, то есть, как свидетеля, между нами и вами, ведь мы даже знать не знали о том, что вы нам поклоняетесь. Если вы будете взывать к ним, они не смогут услышать ваши дуа. Говорит, и что? То есть, также Аллах, Субханаху ва Тааля, говорит, ты не сможешь заставить слышать мертвого. Также говорит Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, то есть, в тот день Аллах, Субханаху ва Тааля, соберет их всех, а затем скажет и ангелам, то есть, эти действительно поклонялись вам, ангелы ответят, то есть, ангелы скажут, пречистый у Аллах, поистине ты являешься нашим покровителем, они поклонялись джиннам, и большинство из них веровали именно в них. Говорит, а что касается тех, которые сами призывают взывать к ним, как тагуты, или же это какое-то дерево, камень, или же какая-то могила, то есть, как это было, или же другие, из тех вещей, которые многобожники приобщают, то есть, сотоварищи, то есть, хорошо, или же делают из них какие-то идолы, или же какие-то образы праведников, ангелов и так далее, то это все будет являться тагутом, который Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, повелел своим рабам, то есть, отстраняться от него, не веровать в него, и отрекаться от него. وَمِنْ عِبَادَةِ كُلِّ مَعْبُدِنْسِ وَاللَّهِ كَيْنَنْ مَنْكَنْ То есть, так же, как повелел, то есть, точнее, запретил и предостерег Аллах, Субханаху ва Тааля, всех своих рабов от поклонения кому-либо, кроме Аллаха, Субханаху ва Тааля, кто бы то ни был. Поэтому, смотрите, братья, вкратце, чтобы мы понимали, что такое тагут, и каким образом, то есть, поклоняются тагуту, и так далее. Смотрите, у нас есть, братья, в вопросах тагута поклоняющиеся и объект поклонения. Когда человек поклоняется кому-то, кроме Аллаха, Субханаху ва Тааля, то человек поклоняется тагуту. Но это, братья, название тагута для этого объекта поклонения будет описан этот объект этим, то есть, названием тагутом, только лишь, если он доволен. Если же он этим не доволен, то он тагутом не описывается, но этот человек поклоняется кому? Тагуту. На самом деле, он ему не поклоняется. Поэтому, смотрите, Можно сказать вот так. Когда человек поклоняется тому, кто не желает, чтобы он ему поклонялся, то у нас здесь два. У нас основной, тот, кого он желает взять себе объектом поклонения, и тот, кому он на самом деле поклоняется. Тот, кому он на самом деле поклоняется, это что? Тауд. Тот, кому он хотел бы поклоняться, но, то есть, Аллах, субханда ли, защитит его от этого, он что? Не является таудом ни в коем случае. Как Айса, алииссалам, например. Как Абдул-Кадр, аль-Джи-Ляни, например. И так далее, и так далее. То есть, разные праведники, которые не призывали к этому, не желали этого и не были этим довольны. Но вместе с этим поклонение поклоняющегося, то есть, его деяние, называется поклонением Таугуту или нет? Называется. И поэтому мы говорим, что, братья, как, то есть, когда я вам упомянул эти слова Ибну Кафира, в толковании этого аята, то есть, повторим их, то, что он сказал. То, что этот аят порочит и порицает того человека, который оставляет книгу Аллаха и Суну посланника, алей-салату ассалам, и берет себе в суд то, что помимо Кур'ана и Суны, из всего другого ложного, хорошо, то есть, это имеется в виду под Таугутом, сюда, братья, как раз-таки, и будут даже Мазгабы относиться. То, что в основе своей является истиной, но человек из этого делает что? То есть, делает из этого, то есть, основу, цель, и он отрицает слова Аллаха и его посланника алей-салату ассалам в пользу своего имама. Имам не является таагутом, и имам тебя к этому не призывал, но ты сделал из того, зачем ты следующий для себя таагута, оставил ты слова Аллаха и слова посланника Али Саратуса в пользу этого, и у тебя есть часть смысла этого аята, то есть касается также тебя. Поэтому, когда ты говоришь какому-нибудь ханафиту, почему ты не поднимаешь руки? У нас в Мазабе такого нет. Ну вот достоверный хадис, он достоверный? Да. Правильный? Да. Бухари привел, ты веришь ему? Да. Муслиму веришь ты? Да. Этому веришь? Да, 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 но у нас в Мазабе такого нет. Он что сделал? Он возвращается к таагуту, то есть ты себе сделал из своего Мазаба таагут, оставил ты слова посланника Али Саратуса, который ты понял, и ты знаешь, что это истинно, но что? Говоришь, ну если бы это было истинно, наш имам бы это сказал. То есть осталось только сказать Салла Аллаху Алию Васаляму. Поэтому, братья, это не является правильным. Как мы сказали, человек должен основу делать из книги Аллах и Сунны посланник Али Саратуса. Что же касается того человека, который, братья, не разбирается, не является он ищущим знания, то есть он просто не понимает. Или же он только-только принявший ислам и так далее, и так далее, то есть или же просто у него разум слабый, ну глупый человек. Бывает просто человек глупый, хорошо, тук-тук, войдите он. И вместе с этим, то есть он хочет поклоняться Аллаху Субхану Алию. Никаких проблем нет. Тот, кому ты доверяешь. Будь то Абу Ханифа, если ты найдешь его слова, хорошо, достоверные и так далее. Или же это Шафи, то есть мы не говорим о том человеку, который приписывает себя к этому, но на самом деле не является. То есть Абу Шуджа, Науи там и так далее. Нет, то есть либо ты скажи, что я Науид, я следую за словами Науи. Или же я, хорошо, Махаллит, Джалальдин Аль Махалли, или же, то есть Суюты и так далее, и так далее. То есть себя приписывай субки, то есть приписывай к тем, у кого ты это берешь. Не сиди, не читай мне книги, говоря, что нет, я глупый, я сунну не понимаю. И читаешь книги, которые, клянусь Аллахом, если мы с вами все вместе сегодня сядем, братья, мы мало что там поймем, субхану. Хорошо? Поэтому, братья, рассказывал один из наших шейхов, когда был в одной маликитской стране. И он муфтий, говорит, был в гостях у муфтия. И они обсуждали сунну Мазабы и так далее, и он, смеясь, муфтий страны, маликит, сказал своему сыну, говорит, возьми книгу, говорит, любую книгу, говорит, из книги, то есть по сунне. То есть он просто взял том из Абудауда, открыл, прочитал, и, говорит, всем понятно все, всем все понятно, ничего тяжелого нет, все, говорит, убери. Теперь, говорит, вон, видишь, многотомник, говорит, маликитского Мазабы, любой том достань его и достань. Прочитал оттуда страницу, что-нибудь поняли, говорит, ничего не поняли, и я, говорит, тоже не понял, надо мне, говорит, еще знаете, сколько книг вернутся, чтобы понять и разъяснить это, Вот таким образом, говорит, слова этих имамов, слова сунны, субхану. Аллахи, братья, когда ты читаешь слова сунны, братья, понятно все, то есть ничего нет непонятного. Редко бывают какие-то моменты, которые, может быть, да, то есть нуждаются в толковании. Но в основе своей, братья, все очень легко, по милости Аллаху Супат. То же самое в тафсире, братья. Читаешь тафсир, братья, и интереснее книги нет, субхану. Просто еще, и еще, и еще хочется, субхану. Интересно, и все понятно, то есть нет ничего, то есть непонятно. Пока там не появляются какие-то разногласия, хукмы и так далее, но это совсем другой вопрос. Основной смысл понятен, братья. Аллаху мустаан. Тавхид говорит, что это, братья, проявление неверия по отношению ко всему или же отречения от всего того, чему поклоняются помимо Аллаха. Как об этом сказал Всевышний Аллах. Когда сказал Ибрахим своему отцу и своему народу, поистине я не причастен к тому, чему вы поклоняетесь, кроме того, кто создал меня. Единственное исключение он сделал только лишь для того, кому поклоняются. То есть это кто? Тот, кто создал его. И это мы в начале книги много с вами говорили. То есть это и есть значение слов «Ла Иляхи Ла Аллах». И так же, как слова Всевышнего Аллаха, То есть также Аллах сказал, то есть для вас был прекрасный пример в Ибрахиме и в тех, кто был вместе с ним, когда они сказали своему народу «Мы не причастны к вам и к тем, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, мы отреклись от вас». То есть и до слов, пока вы не веруете в Аллаха, в одного только него. Говорит, что также сюда входит тот, кто противоречит решению, то есть или же суду Аллаха и его посланника, то есть как, например, судит между людьми, не в соответствии с тем, что не спасал Аллах. Или же не имеет знания он об этом. Или же требует он, чтобы за ним последовали в этом. Хорошо, то есть призывает к чему-то своему и говорит, давайте следуйте тому, что я сказал вам. И поэтому, если подчиняются ему в том, в чем неизвестно, это является истиной и так далее, не интересуется, то есть подчиняющийся, является ли это истиной или нет. То есть это и есть братья Тагут. То есть он является Тагутом вне всяких сомнений. Как Аллах сказал. То есть в Тагут имеется. Потому что братья неверия в Тагута также являются столпами из столпов Единобожия. Слова ля-иляха, то есть это и есть куфра бит-Тагут. То есть как на это указывает аят из суры Аль-Бакара. То есть слова Всевышнего Аллаха, тот, кто проявляет неверие в Тагута, верует в одного только лишь Аллаха и так далее. Поэтому если у человека нет этого столпа, то он не отрицает то, что отрицает ля-иляха и ля-иляха.